В июле 2013 года администрация Канаша заключила контракт с компанией «Стройсервис» на ремонт дороги по улице Павлова. Стоимость работы оценили в 1 миллион 300 тысяч рублей. Позже подрядчики предоставили заказчикам документы о выполненном ремонте, но они оказались фиктивными. Выяснилось, что компания, которой руководил Жураев, приобретала некачественные материалы. Муниципалитету был причинен ущерб на сумму 600 тысяч рублей. Критику работу директора «Стройсервиса» подверг и глава Чуваший. Произошло это в прошлом году на совещании с активом Канаша. Высказывание Михаила Игнатьева Виталий Жураев попытался обжаловать в арбитражном суде. В качестве компенсации СЕЦ требовал взыскать с ответчика 1 миллион рублей. Но Фемида признала законной позицию руководителя региона. В ходе неоднократных судебных разбирательств, которые происходили в течение 2014 года, арбитражный суд Чувашской республики изучил все материалы дела, изучил все приведенные доводы, подверг оценке полный текст выступлений главы Чувашской республики всех тех слов и высказываний, которые прозвучали 26 февраля 2014 года в ходе подведения социально-экономических итогов развития города Канаша и высказываний на Молгороде 2014 года. И пришел к выводу о том, что все высказывания главы Чувашской республики Игнатьева Михайловна Васильевича не противоречат закону, соответствуют сфере деятельности главы Чувашской республики как руководителя региона и не носят порочащий характер в отношении общества с ограниченной ответственностью строй-сервис. Субтитры создавал DimaTorzok